Ну что ж, тогда почему Веды самые настоящие, почему Веды? Ну а ты историю же Вед знаешь или как? Не точно. Ну хорошо, а историю христианства знаешь? Ну из того, что я его смог, наверное, мог бы узнать из книг, но это же, я не думаю, что это так. Почему не так? В многом так. Так, смотри, вот допустим, сейчас есть факты. Факт в том, что есть некоторые процессы в Крыму и на Востоке, так же ж. Но их по одному одни средства, по другому другие. Вот просто сказать, что этого не было, будет очень тяжело. А вот по-своему как-то это так всякий сказать, вот это очень легко. Дальше, соответственно, сказать, что не было Второй мировой войны, тоже достаточно тяжело. А вот уже называть её Вторая мировая, Великая Отечественная, кто в ней победил, кто начал войну. И все вот эти отдалённые факты, которые не у всех на виду, их уже очень легко всякими способами как-то подделывать и как-то этим всем заниматься. Но они же, возможно, и меняют суть событий. Они меняют суть, но не меняется факт того, что война была. Не меняется факт того, что вроде как Германия всё-таки напала, и так напала, что до Сталинграда допала. Как бы если бы Советский, может, Советский Союз и спровоцировал, может, там ещё что-то было, там сейчас всё, что хочешь, можно гадать. Можно вспомнить, что Германия и Советский Союз обменивались товарами чуть ли не до первых недель войны. И это как-то странно, или не странно, или как. Тут уже вопросы. И вопросы с Наполеоном тоже. Соответственно, по Наполеону тоже есть всякие вот эти вопросы. Как он в Россию приходил, для чего он в Россию приходил. Однако факт остаётся, что он приходил. И вот факт, что он приходил, убрать будет очень тяжело. Есть археологические находки. Если, соответственно, взять какую-то относительно недавнюю литературу, есть упоминания, есть письма, сохранившиеся от людей, которые ещё писали, что вот там, соответственно, французы или фашисты и так далее. То есть, ну, есть это всё. Ну, нельзя убрать так, чтобы вообще ничего не осталось. Искажать, перетрактовывать. С этим можно что угодно делать. Можно даже даты пытаться изменить. Вот так и с христианством, по сути дела. Суть в том, что был человек, которого звали вроде как Иисус, или около того, был он на территории Израиля и дал израильтянам нечто, что потом исказили и навязали всем. И об этом тоже есть свидетельство. Потому что есть протоколы всевозможных там вселенских соборов. И тоже археологически это всё. Понимаешь, вот факты истории, они потом совмещаются с археологией. Например, христианские кресты можно найти, можно найти христианские иконы. Ну, вот это всё, если находить, если анализировать, нельзя сказать, что христианства не было. Вопрос, каким оно было, чему там учили, как воспринимали Иисуса, как Бога, как не Бога, как Сына, как там... Вот это уже всё вопрос. Однако, что христианство было и есть, началось около двух тысяч лет назад, это факт. Другое дело, что оно сформировалось в нынешнем виде лет пятьсот назад. Это тоже факт. Потому что его редактировали, там Библию собирали из разных всяких осколков. А, соответственно, при редакциях, при переводах там уже что-то терялось, что-то добавлялось, что-то не так переводилось. То есть, Моисей то рогатый на иконах и статуях, то уже не рогатый, там... Ну, вот эти все вопросы, они остаются. И, соответственно, вот есть трактовка, что, соответственно, иконографы ошиблись, прочитав неправильно еврейское слово. У меня тогда возникает вопрос, что там же уже не только еврейская Библия. Там была и вульгата, и переводы на латинский, на греческий язык Библии. А нам вот говорят... Ну, ты же видел иконы с Моисеем рогатым или нет? Можно вот по интернету посмотреть статуи Моисея, скульптуры. Или вообще введи запрос «Рогатый Моисей». Да, без шуток. И можно найти ряд изображений самых разных, и извояний, и барельефов, и картин, где он изображается с рогами. Потом стали изображать его с лучами из головы. Объяснили это так, что вот раньше люди ошибались, они неправильно еврейское слово прочли, а у него там не рожки, у него лучи были. Но тут тоже вопрос, почему луча именно два? Если хотели сказать, что у него нимб, то нимбы христиане на тот момент уже изображали вполне себе современным способом, в виде своеобразного круга свечения за головой. И ни у одного пророка, ни у одного святого, кроме Моисея, не изображались рога на лбу. Даже рога на лбу – это не там, где нимб. Нимб за головой изображается. То есть, ну, не все тут в порядке. Вот типа, получается, было какое-то знание, что Моисей – рогатый. Потом это знание истрактовали, и убрали. Сейчас считается, что это возникло от неправильного перевода еврейского слова, которое имеет значение как рога, так и лучи. Однако тут тоже уже вопрос, было ли это еврейское слово именно с таким значением до того, как понадобилось оно в качестве объяснения. Еврейский язык, хоть один из древних, но формируют его до современного времени и достаточно радикально формируют его, изменяя. Поэтому по еврейскому языку, конечно, тоже все такое. И вот смотри, христианство 2000 лет. Исламу ты знаешь сколько? Около 1000. Да, ну да, это правда, лучи или рогатый. Ну, есть эта теория, понимаешь. Я в музеях видел изображения, я в книгах видел, я тут спор видел. Один папа римский говорит, ну вас нахрен, сейчас пережьем вас. И тогда такие они, все, 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 не рогатый, не рогатый, хорошо. Потому что папа римский говорит, пережьем вас, если будете Моисейку нашего. Ну, тоже можешь посмотреть, сколько лет Исламу. Там, около 1000 лет. А дальше еще можешь посмотреть, а сколько лет Иудаизму. Так, сяк, с натяжками, подтяжками, ну, около 3500, допустим, тысяч Иудаизму. Ну, тут тоже там, кто-то говорит 2,5, кто-то 3, кто-то 3,5. И даже, знаешь, если иудеи скажут, что им все там 6000 лет, к примеру, все равно это всего лишь 6000 лет. А сейчас ты можешь, допустим, ввести Шрила или просто Вьясадева. Полное имя Шрила Дваинпаяна Вьясадева. Это автор индийской трактовки ветв. Посмотрел уже, какого он времени? Или нет? То есть, видишь, он третье тысячелетие до нашей эры. Третье тысячелетие до нашей, это наше, ну, как бы не наше, но все равно нынешнее. Это две тысячи лет, значит, считай, ну, 5000 лет. Пять, это получается в два раза больше, чем существует христианство. Ну да, это понятно. А шумеры еще длиннее, да, по-моему, или нет? Шумеры сродни. Шумеры тут как? Если берем Вавилон, то как раз 5-4. И если берем старых шумеров, то 7 и даже 8 туда уходят корни. В Египте тоже 5-6-7. Ты еще можешь один нюанс посмотреть, что даты, допустим, вот, допустим, начало Кали-Юги. Проверь дату. Есть дата? Началось 18 февраля или 23 января 3102 года до нашей эры. По Григориевски. Смотри, округляем. Три тысячи лет до нашей эры, пять тысяч лет назад. Строго говоря, ты сейчас можешь посмотреть начало египетской цивилизации, ну, и Греции, и шумеры, и всех этих, и так или иначе у тебя выйдет 5 тысяч лет назад. То есть, понимаешь, 5 тысяч лет назад что-то такое случилось, вследствие чего старая цивилизация была уничтожена и возникла нынешняя. Ну, ты это, в принципе, при желании можешь проверить. Там эти шумерские плачи есть еще. Это шумеры описывали, какие города разрушаются. Тоже, соответственно, все это проверяется. Дальше. Ты можешь найти в интернете такого деятеля, как Андрей Скляров. И его организация ЛАИ, Лаборатория Альтернативной Истории. Я не совсем согласен, что они считают. Я в каком-то смысле совсем не согласен с тем, что они считают. Но они, в принципе, изучив Египет, изучив разные другие страны, пришли к выводу, что была древняя высокоразвитая цивилизация, которая как раз и была уничтожена в этой войне богов, которая случилась 7-5 тысяч лет назад, после чего возникла уже нынешняя цивилизация. Понимаешь хронологию? Да. А как раз 7 тысяч лет назад, когда война начиналась, перед этим еще на Полесье воплотился Саагаст. Он известный в индийской традиции как Рама. Тоже можешь при желании найти там это все дело. И он дал свои наставления. Его наставление – это последняя серьезная, каноничная, такая вот, как бы, непосредственно от Всевышнего корректировка вед. Потому что то, что этот Шрила Двойн Пайана сделал, это уже несколько его творческая обработка такая. Занимаясь театром, ты приблизительно понимаешь, что можно взять реальное событие и его творчески как-то подать так, что оно не исказится. И, в принципе, ты суть донесешь. А можно так его подать, что лучше бы не подавать. Поэтому… Не, ну тут как бы вопрос, для чего мы его еще подаем. Если просто используем сюжет, то это самое. А если пытаемся донести истину, то некоторые события из истории, особенно я смотрю на российский кинематограф, лучше бы они вообще не трогали. Лучше бы даже не смотрели в ту сторону. Ну что, могли бы снять, допустим, супергеройское кино про Путина, как он ездит на медведя и побеждает кого-то там. Представь себе такую картину, он на медведе заезжает на дно Байкала и там кого-нибудь побеждает. А, побеждает суперзлодея под названием Старая Конституция. Но это было бы лучше, чем то, что они снимают. Так же ж? Ну, только они должны это снимать на полном серьезе. Тогда это будет действительно смешно. Ну, а чего они могут там со скрепами, со всем этим делом. Ну, ладно, это больше шутка, однако, так или иначе. К вопросам о съемках, обо всем этом. Я в ужасе от того, что марвеловцы делают. У них Хеймдаль негр, Валькирия тоже темнокожая. Осталось Тора сделать каким-то ЛГБТ-персонажем. Ну, тогда в угоду. Но его и так уже сделали пузатым алкашом. Понимаешь, Бог, Тор, идеал мужественности, силы, выносливости, идеалов германо-скандинавской культуры. Это жирный алкаш, который засыпает на сборе Мстителей. И такой, ааа, шо? Идем Таносу навалять, сейчас наваляю. И обратно пошел это. Ну, это жуть. Это кошмар. По-настоящему кошмар. Ладно, это уже современное. Так вот, ну смотри, если исторически проследить, то ведическая традиция – это первая традиция. И более-менее такая чистая, потому что тут у нас тогда возникает вопрос, что, ну, как сохранили там, как мы понимаем то, что сохранили. Ну, тут могут быть какие-то свои искажения, сам понимаешь, но все равно как бы, по крайней мере, исток. А к вот этим всем религиям, которые возникли, к ним тоже будет вопрос, как сохранили, как понимаем лучи, рога и так далее и тому подобное. Только тут еще будет претензия, что, соответственно, Вьясадева искажал по-своему, потому что он хотел сделать веды в привязке к Индии, и он из пракрита, священного языка, решил сделать санскрит. Санскрит – это его собственная разработка. Ему показалось, что пракрит, праязык наш, изначальный язык, он какой-то грубоватый. И надо сделать более мелодичный, более такой какой-нибудь... И он дал задание своим жрецам, и коллегия индусских жрецов под руководством Вьясадевы разрабатывала все эти дела. Ну, как бы, молодцы, конечно, наверное, может быть, не факт. Но Всевышний их об этом не просил вообще-то. Всевышний, если бы хотел, он бы на полесье дал жрецам задание и сказал бы, делайте санскрит. Ну, это не его задание было, понимаешь. Дальше еще с индийскими ведами. С индийскими ведами еще все плохо, потому что сохранилось мало по-настоящему древних письменных источников. От вед, которым там 5 тысяч лет, сохранились обрывки текста на пальмовых листьях. А куда эти обрывки текста поместить? И хоть в Библию можно поместить, и кое-как они там свое место найдут. А более уже поздние, вот те веды, которые, как бы, сейчас ты можешь там хоть в интернете, хоть где найти, это уже тексты, более-менее достоверно зафиксированные, чуть ли не в 19 веке. А в 19 век уже англичане, уже все это дело, уже тут может быть и по 10-му кругу влияние ислама, и христианства, и кого только хочешь. Больше того, ты можешь найти в том же самом интернете такого товарища, который называется царь Ашока. Царь Ашока – это своеобразный Гитлера, Ленина, Сталина, Путина, такой вот монстр Древней Индии, который решил историю Древней Индии несколько изменить и присобачить к своим политическим целям. Если не ошибаюсь, это где-то пятый век нынешней эры. Могу несколько ошибаться. Правитель империи Мауриев с 273 по 232 год до нашей эры. А, до нашей эры, извиняюсь. Ну, на 700 лет я его не в то место поместил. Ошибка, но все равно, так или иначе, это история Индии. И вот, понимаешь, он там пытался сделать что-то свое. До этого Индия еще под... А ты того Ашуку, кстати, нашел? Реформатора вот этого? Ладно, неважно, может, их там было несколько. Ну, так или иначе, в общем, царь Ашока. Я давно уже просто про него читал и не возвращался к этой теме. Царь Ашока в официальной истории известный как реформатор, такой себе деятель, государственник, поднял Индию с колен, ну и много чего такого. Ну, образно говоря, поднял Индию с колен. Там они такое не писали, но параллель с нашими современниками, скажем так. Он редактировал, что хотел, как хотел. Дальше Индия была под частичным мусульманским владычеством. Ты это тоже знаешь. Хорошо, ты знаешь, там есть Индия и Пакистан. Они разделились только после того, как Единая Индия вышла из состава Британии. Вообще плохую историю. Ага, из состава Британии. То есть, сихи, когда... Там такая ситуация. Единый народ был. Единый народ. Просто часть исповедовала индусские религии, и христианство уже там и всякое. И буддизм всякое, вот разное. А была часть фанатичных мусульман. Они вот были вот за Аллаха, там, ну, как мусульмане, знаешь, такие вот. И вначале они территориально, да, были более северо-западные, на северо-западных территориях Индии. Но вначале они были и как бы дальше в Индию проникали. И просто потом при выходе Индии из состава Британской империи, Британская империя подложила им такую вот свиню, скажем так. Наказала их, раздробив. Ну, типа, уходите от нас. Что? Раздробив их храм, да? Они там напоследок что-то... Ну, в конце концов, раздробив их страну. А. Ну, тоже можем найти параллели в нынешних всяких ситуациях. Не хотите обратно в Советский Союз, наделаем вам ДНРов, ЛНРов и всяких других этих штук. Ну, британцы сделали тоже индусам, в принципе. Ну, только чуть по-своему. Это я к тому вообще, что Индия была под мусульманами. Ну, тоже можешь посмотреть. Мусульманское проявление в Индии, допустим. Или Индия под мусульманами, допустим. Или если брать карты распространения ислама по разным годам. Так или иначе это было, так или иначе тоже это могло дать свои какие-то вкрапления в то, что сейчас известно, как индийские веды. Дальше. Шумеры, акацы, вавилоняне, древние египтяне, все они до нас не дожили. Поэтому исповедовать их варианты учения невозможно. Ну, нет от кого. То есть, ну, вот хочешь ты мордуку поклоняться, допустим. А к кому ты придешь? Где храм мордука? Больше того, если ты сейчас захочешь поклоняться мордуку, ты будешь изобретать свою религию. Потому что ты не знаешь, и я не знаю, и никто сейчас достоверно не знает, как мыслили, о чем думали жрецы мордука. Есть от них ряд вавилонских текстов на вавилонском языке. Значит, доля погрешности там может быть при переводе, при трактовке, при понимании. Но так или иначе, как-то вот они существовали. Однако таинство их ритуалов, ну, много чего вообще неизвестно, потеряно. Также и про Египет. Про Египет чуть лучше, но все равно нету вот жрецов египетских, вот таких, к которым ты бы мог сейчас прийти и сказать там, хочу исповедовать. Ну, и больше того, тебе пришлось бы изучать египетский язык, потому что они бы тебе там что-нибудь такое наговорили, и ты такой, а что, то, где, зачем. Дальше идем. Эти все вымерли. У нас остается иудаизм. Иудаизм – это такая интересная штука, которая не является общечеловеческой. И, по сути дела, если ты захочешь исповедовать иудаизм, если ты станешь как бы иудеем, ты уже будешь нарушителем Библии, нарушителем Торы. Потому что в Библии, в Торе написано, что почитайте вероучения ваших родителей. По сути дела, если вот ты, ну, согласно Библии, согласно исконным их учениям, если, допустим, вот твои родители такого вероисповедания, ты обязан придерживаться этому вероисповеданию, или все, тебе уже можно камнями побивать. Дальше, там еще есть ряд нюансов, которые не впустят чужеродца, чужестранцев иудаизм. Самое простое – иудаизм, понятие Ветхого Завета. Завет – это своеобразный договор. Ветхий Завет – это как бы старый договор, ну, в современном смысле слова, или старый контракт, старая Конституция, там по-разному можно, ну, нет, не совсем, ну, ладно, старый договор. Договор заключен, ты знаешь, между кем, или нет? Нет. Какой договор? Ветхий договор. Ну, наверное, между Богом и Богоизбранным народом? Да. Но не между всем народом. Они даже не голосовали, даже не на подделанных выборах голосовали. А Моисей конкретно договорился с Авраамом. Ой, не Моисей, Егова конкретно договорился с Авраамом. Ты можешь даже или у такселя, или в официальной Библии почитать, как Бог являлся к Аврааму. Странная там была такая штука, явилось что-то к Аврааму. Ну, что ты смеешься? Там непонятно, что явилось. Там написано «Ехэ-вэхэ», понимай, как хочешь. И «Ехо-вэхо», явилось к Аврааму. Ну, что тут смешно, это их Бога так зовут, как бы. Я на полном серьезе. Можно Библию сейчас открыть, там глава, как явление Бога Аврааму, и, соответственно, почитать. Значит, «Ехэ-вэхэ», явилось к Аврааму, и начало с Аврааму говорить, и Сара вынесла кушанье, «Ехэ-вэхэ» поела кушанье. А еще Сара там несколько хотела «Ехэ-вэхэ» обмануть, но «Ехэ-вэхэ» такое пронырливое очень оказалось. И, значит, там вот Авраам и Сара остались. Потом «Ехэ-вэхэ», «Ехэ-вэхэ» думает. Ну, что ты смеешься? Ну, так там написано. Ну, ладно. Я сокращаю. Да, да, я понял. Я просто пытаюсь по сюжету это дело передать. В Библии чуть красивее написано. В Библии более как-то торжественно пытаются эту ситуацию преподнести. Но, по сути, сюжет тот же. «Ехэ-вэхэ» в общем, оно. Они, он и между собой как-то так подумали. И оно разделилось на три части. Одно. Ну, что ты смеешься? Ну, открой сам текст, почитай, что ли, или что? Я верю. Я верю. Понимаешь? Оно разделилось на три части. Одно осталось с Авраамом и Сарой. И они там договаривались о том, как Сара будет беременеть. Это тоже не шутка, это Библия. Другие, другое два. Пошло забирать Лота и его семью из Содома. И вот эти другое два, потом уже описаны как ангелы. Но при этом это как-то вообще странно. То есть, вначале описано просто, Бог сошел к Аврааму. Потом от этого Бога как-то отделились два ангела и пошли себе забирать Лота. Там дальше сожжение Содома и Гоморы. И жена Лота стала соляным столпом. То есть, вся вот эта история. Но странно то, как, соответственно, вот нисходит Бог, и тут от него две части отделяются, и идут себе куда-то там что-то делают. Ну, это такое вообще какое-то. И дальше. Там странностей еще много. С зачатием Исаака. С тем, как потом вообще написано, Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. И Аковиуду, и братьев его. А я вот это все читаю и понимаю, мужская физиология не предназначена для родов вообще-то как-то. Ну, биологически просто там. Остается гадать, как так. А кого ж Сара рожала там? А кого Рахиль рожала? Вроде тоже кого-то рожала. Там можно какое-то психологическое расстройство заслужить, пытаясь это все понять. И считая себя дураком, который вообще ничего не понимает. Ну, просто это все можно объяснить чудом. Зеленых человечков в Крыму тоже объясняли чудом. Потом оказалось, что это не просто зеленые человечки, понимаешь? Ну, тут такое. Ну, чудо тут тоже не совсем подходит. Всемогущество. Хорошо, всемогущество. Давай, давай пойдем по логике всемогущества. Если вы, это, ехо-вхо, ехе-вхе, ну, там вообще пишутся буквы ехы, вхы. И вот как это уже на наш язык более красиво произносить, ехе-вхы, яхве, ехова, ехе-вхе или как еще, это уже зависит от просто транскрипции. Поэтому я просто разные варианты периодически произношу, потому что сам как бы, поскольку я не еврей, то, ну, это. Если ехе-вхе, всемогущий, всемогущий, всемогущий е, всемогущий и, потому что там он как бы один, его как бы несколько, и там можно голову сломать. Если, зачем им расстраиваться и двум субъектам идти забирать лото, когда ехо-вхо, как бы будучи трехглавым там каким-то, может быть, змеем Горынычем или как оно выглядело. Я не представляю, извини, что я как бы это, но я реально не представляю, как оно выглядело, что оно вроде одно приходит, потом от него два субъекта отделяются и идут куда-то дальше. Он бы, не знаю, щелчком пальцев или вообще мыслью такой думает. А, он спустился бы и такой, Авраам, а где твой племянник Лод? Тот говорит, нету, он там в городе. И он такой, а, а вот уже он, и телепортировал бы его, понимаешь, если все могущества. Ну, ты понимаешь, что если все могущества, то... Не, понятно, что там какая-то... Там что-то странное, да. И там еще вообще много странностей. Иаков родил Иуду и братья его. Тоже там странности. Дальше есть эффект богоборчества. Богоборчество... Иаков, значит, спал. Или не спал. Короче, он был в какой-то местности странной. И там описано. И открылось небо, и ангелы божии спускались по лестнице от земли до небес, от небес до земли. Ну, это в Библии написано. Вот гадай, что хочешь, придумывай, что хочешь. Небо открылось. Эти там куда-то ходят какие-то, кто, что. И тут этот берет какого-то из них, хватает. И что-то с ним начинает пытаться выяснить отношения. Типа, ну, кто ты такой, что ты тут делаешь. Ну, и начал драться с ним. Чего? Нет, ну, это там так написано, в принципе. Как? Не, ну, что? Какое всемогущество? Этот человек дерется с Богом. Ну, ну, подумай. Бог, который типа творец всего, который... И человек с ним дерется. И больше того, он еще одолевать начал. Еврей. Живущий там где-то 3 с чем-то тысяч лет назад. В полупустынной местности. Недоедающий, недопивающий, больной там всевозможными местными болезнями. Имеющий очень слабое представление о гигиене. С обрезанным и постоянно болящим половым органом. С кучей разных проблем. Он в рукопашной схватке одолевает Бога. Ну, это как? Да, можно на этом и остановиться. И еще нет. Это еще не самое главное. Бог там этот, ну, типа Бог, вот это, Ехов-Ехо, оно что-то там поделало и повредило бедро. Почему бедро? Почему не руку? Почему не голову? Почему он его не испепелил? Почему он его, допустим, не знаю, не обезвредил как-то силой мысли, всемогуществом, там, чем-нибудь? И в какое место они дрались, если он ему бедро повредил? Я не знаю. Представить можно что угодно. И потом он еще говорит, вот ты дрался с Богом, и ты побеждал, и поэтому ты будешь бороться с людьми и будешь побеждать. И отныне тебе имя Израиль, богоборец. Так вот, ну, в общем, это был хитроумный план ЕФВХ, начальный. Ну нет, ну да, ну черт его знает на самом деле. Поэтому таксиль это великомученик, я реально считаю, да не смейся, ты видел, сколько таксиль этого всего изучал. Я реально считаю, что таксиля надо считать великомучеником, героем интеллектуального труда и подвижником. Да, это человек, который это все читал, который не сошел с ума, который не повесился, не застрелился, не употребил какого-нибудь яда, который продолжал это все читать, думать, как это так преподнести общественности, чтобы, соответственно, у людей возникла на это какая-то реакция. Таксиль великий человек, реально. И вот смотри, вот это Тора так сформировалась. Еще даже не так, это только начало Завета. Потом еще с Моисеем там вообще куча каких-то нюансов. Моисеем типа был еврейским отпрыском, которого типа подкинули фараону. И еще фараон его не в слухи себе взял, знаешь, не в свою семью, а чего-то жрецам отдал его учиться. Или он уже рогатый. Еще тогда не был рогатый. А может был? Не знаю. Там не разберешь. Ну, вроде не был. Это Егова потом ему роган оставил. Ну, сделал там, не сделаем. Ладно. В начале Моисея не изображается рогатым. Но как? Я изучал историю Египта немного. У египтян тоже было нечто типа кастовой системы. Там, если это семья фараона, там он бы намархом его сделал бы каким-нибудь, правителем Нома. Ты же знаком немного с историей Египта или нет? Слабовато. Ну, ты знаешь, что там Египет был своеобразной федерацией. Или если сравнивать его с Украиной, то вот есть президент и есть главы областей. Вот так и в Египте. Есть фараон и есть намархи. Египет делился на Номы, области. Каждым Номом управлял намарх. Так вот, фараон, скорее бы, из Моисея сделал бы намарха. Ну, скорее всего, какое-то такое неудачное место, чтобы его, возможно, скорее повстанцы какие-нибудь убили, если он не любил. Но он не отдал бы его учиться жрецам, потому что не положено. А в Библии, типа, Моисей учился. И, типа, еще Моисей как-то узнал о том, что он еврей. А это вообще как? Как, если он не видел ни отца, ни матери? Боже, это бред, это кошмар. Ну, при том, там еще подделана история, что... Ой, ладно. К нему же Ехэ-Вэхэ, наверное, пришел. Не, Ехэ-Вэхэ потом. Моисей, значит, кого-то убил в Египте там. Тоже история, типа, он защищался за еврея. И, ладно, фиг с ним. Он убил, он пошел, значит, в пустыню, и там загорелся куст. И из горящего куста Моисей услышал голос Ехэ-Вэхэ. Ну, тут все по-моему понятно. Ехэ-Вэхэ ему сказал, что у него есть еще брат. И он еще должен своего брата перевербовать. А потом еще и всех евреев завербовать. И там начались и со змеями приключения. И там начались какие-то с казнями приключения. С исходом евреев из Египта. С блужданием 40 лет на жалком клочке земли, который можно за 40 дней 3 раза пройти. Не знаю, за 4 дня можно пройти. Ладно, там, ну, за 10 дней. Но 40 лет. Ну, ты можешь посмотреть просто, что такое Синайский полуостров. Ну, он же вытравливал старое поколение. Ну, правильно. Ну, правильно, правильно, правильно. Ну, это уже такое, это уже какая-то своеобразная селекция, своеобразный геноцид. Это уже, как бы, знаешь, несколько такие практики, попахивающие чем-то, чем-то таким концлагерным. Немножечко. А может, и множечко. А может, и прототип как раз концлагерных практик. И Моисей еще описал собственную смерть и собственные похороны. У рогатых свои причуды. Еще вопрос, как ему Егова рога эти делал. Там, получается, Моисей, значит, залез на гору, и там Егова его обрабатывал. А когда он спустился с горы, его, видимо, радиации какой-то, или там его рожу так перекосило, или что, что люди, когда его видели, болеть начинали. Поэтому там он какое-то время там не мог перед людьми нормально ходить. Дальше еще Егова, чтобы Моисей не сдох, когда Егова перед ним являлся, он только со спины Моисею показался. Потому что, если бы он передом к Моисею повернулся, Моисей бы помер точно. А к Аврааму приходил, и Авраам не помер. Ну вот как так? Ну, я не знаю просто. Библия сама себе противоречит чуть ли не каждый шаг. В одном случае приходит нормально, ест, пьет, там, на три части разделяется, там. Выпендривается, короче. Ну да. Поэтому с Библией, точнее с Торой, это еще у нас Торой, это еще не Библия даже. С Торой все сложно. Библия – это когда ранние христиане взяли типа Новый Завет, совместили с кусками Торы и других еврейских книжек, создали, так сказать, Старый Завет. И вот это все они совместили в некую Библию и вот стали христианами. Тоже это все долго редактировалось, долго как-то там, там куча своих причуд, и голосовали, есть ли у женщины душа, и голосованием решали, там, Иисус Господь Бог или не Господь Бог, там. Ну тоже вот у меня тогда предложение, чтобы в России провели схожее голосование. Может окажется, что Путин Господь Бог, там. Ну чего бы нет? Не надо. Почему? Почему? Ага, нет, нужно. А может и нет. Собрать всех в это место? Не, ну смотри, если бы сейчас реально в России собрались бы и проголосовали, что Путин является Господом Богом, это было бы реальной иллюстрацией того, как создаются вот такие культы религии, когда просто есть человек, а ему приписывают какие-то качества. Для исторической... Через 10 лет мы такое услышим. Вполне возможно. Нет, это все нормально, это все нормально. Ну или, по крайней мере, наместник Бога на земле. Может быть... Рога, да, да. Переделывать рога. Не надо. Не надо. Нет, что... Забодает всех. Так уж и... Ему опасно рога давать. Но, не знаю, может быть, там искусственные волосы ему пересадят потом с какого-то места. Или еще как-нибудь. Ладно, не важно. Ну, это просто уже современные какие-то параллели, но все равно в раннем христианстве голосованием решали, какие Евангелия считать каноничными, какие не считать. А ты же, я думаю, прекрасно понимаешь, что демократия – это не наука. Демократия – это, в принципе, это глупость. В каждой из областей деятельности будет какой-то качественный человек, который вот знает, как сделать. А если решение оставить за общей массой, большинство из них не знает, как сделать. Ну, ты же вот, если тебе надо починить компьютер, ты не будешь бабок с своего подъезда собирать и спрашивать, проголосуем, гражданочки, как чинить компьютер. Ты пойдешь к специалисту. Если, допустим, тебе там надо, ну, не знаю, зуб полечить, тоже пойдешь к специалисту. Ну, по любому вопросу можно найти специалиста. А демократия учит, что не надо искать специалиста. Надо вместе решать то, о чем мы не имеем представления, то, в чем мы не являемся специалистами. То есть, по сути, нужно принимать неправильное решение. И вот так они решали, какое Евангелие посчитать, какого апостола там записать в апостолы, какого не записать. Ну, бред. Поэтому христианство, при том, что, в принципе, там зерна есть очень хорошие, Иисус, вообще Иисус достаточно был мудрым сам по себе существом, и многие его высказывания имеют ведический смысл. Многие очень даже правильные. Но в общее и целом христианство стало тем, против чего Иисус боролся. Самый яркий пример. Иисус пришел в храм, разогнал торгашей. Что в храмах сейчас? Торгашей. Где Иисус сказал, что надо, чтобы в храмах были торгаши? Нигде. Значит, что это? Прямое нарушение воли Иисуса. Ислам, почему нет? Потому что Ислам – это третий ветвь авраамических религий. Первое, соответственно, это иудаизм, второе – христианство, и уже дальше на базе всего этого возник ранний Ислам. Ну, а позднее еще возникла куча христианских сект, и в Исламе тоже взялись свои течения. И есть промежуточные секты между христианством, исламом и иудаизмом, как учение Бахаулы. Есть, допустим, промежуточные ветви между христианством и иудаизмом, как евреи за Иисуса или свидетели Иеговы. Они, в принципе, как бы в чем-то от христианства идут в сторону иудаизма, в чем-то все равно остаются христианами. Ну, так или иначе, есть куча уже сейчас разных этих версий. И, ну, они не имеют исторических корней, они уже сейчас зависят. Понимаешь ситуацию? Нет, в правильности, правильности, вед я не сомневаюсь. Ну, так как бы, ну, ты же просто спрашивал, что как бы, почему веды и так далее. А что еще? А что другое? Как будто хочется и вообще еще более что-то универсальное. Ну, это такое, это, возможно, было изначально. Не знаю. А как бы, а что, что более универсальное? Куда уж более универсальное? Понятие веда это понятие знания. Если, допустим, ты судишь только по тем каким-то небольшим текстам, которые мной как-то обработаны, и которые... И которые еще меньше мной прочитаны, понимаешь, поэтому... Вот. Поэтому, да, тут мизер, конечно же. Но вообще, например, учитывая специфику моей как бы личной истории, моей деятельности и всего, у меня случилось такое, что я много текстов читаю, и поскольку я более-менее уже язык старый понимаю, то мне не нужно их долго переводить, я их уже по-быстрому в уме. Там это самое, и в принципе понимаю. А если... А если, с одной стороны, мне для себя не нужно переводить, ну и нет особо желающих, которые хотят, чтобы я это для них перевел, получается, мне вообще их незачем переводить. Получается, да, есть какие-то переведенные, а еще много я для себя прочитал, идеи какие-то осмысляю, и все. И вот в том, что я хотя бы для себя прочитал, ну там те какие-то вопросы, которые мне нужны были, разбираются. Мне подходит. Я не уперся ни разу в плане изучения вед во что-то такое, что вот вообще, вот вообще как бы некуда двигаться. В христианстве можно упереться во все. Даже история, допустим, всемирного потопа, там какие-то ангелы как-то вступают в какие-то странные связи с дочерями человеческими, как-то там какие-то люди, сверхлюди, что там было, не пойми. И все, и все, и понимаешь, это порог, это финал. В Библии вот эти куски фраз есть, и если ты за них хочешь как-то дальше, глубже пройти, ты уже еретик. Потому что, ну, в Библии дано, радуйся, довольствуйся. В исламе еще меньше, и еще там с джиннами какая-то история. Кто такие эти джинны, что им надо? Ну, и все, как бы. В иудаизме, там, и в Библии есть какие-то упоминания о каких-то богах. Иегова с какими-то богами дрался. Как он дрался? Эти боги, значит, есть... Не, ну смотри, если написано, что иегова с кем-то дрался, значит, эти существа есть. Тяжело драться с теми, кого нет. Ну, он смотри. Может быть. Может быть, это его такое всемогущество, что он может драться с теми, кого нету, а может быть, эти боги есть. А если они есть, кто они? Ну, если он Господь Бог, Творец всего, такой весь хороший. А тут, получается, есть какие-то конкуренты, которые с ним на равных дерутся. Но, с другой стороны, там еще даже обычный еврей с ним на равных дрался. Тут вообще можно мозгом двинуться, пытаясь как-то это осмыслить. И там везде пороги. Вот какой-то сюжет есть, какая-то фраза есть, и глубже мы ее не раскроем. А трактовники, толковники могут это трактовать как хотеть, и все. Но это уже так, мы уже и сами можем как-то истрактовать, и не быть уверенными, не вихнив своей трактовке. По факту у нас есть фраза и понимай, как хочешь. В плане вед не так, в плане вед нужно изучать вот насколько мне глубина нужна, пока я вот такого дна, дальше которого я не мог бы добраться, не встретил. пока надо эту тему изучить. Смотрю, какие у меня есть тексты, сравниваю, допустим, с какими-то материалами других древних народов, звоню союзникам, спрашиваю, а у них нету ли чего-то на этот счет, и читаю, осмысляю, изучаю. Пока мне хватает. я понимаю, что еще лучше было бы, если бы открыть собственное вообще духовное сознание, это когда уже не нужно читать, а когда уже все знания о Вселенной доступны моему сознанию, были бы просто вот уже. Вот просто сосредоточиться и все, и знаю. Вот если бы открыть такое состояние, это был бы, да, другой уровень. но пока сам понимаешь. Нужно много прочитать, чтобы такое создать. Ну да. Или прочитать, или качественно как-то себя так изменить, чтобы открылся доступ к этим внематериальным уже хроникам знаний. А при каких изменениях открываются такие случаи? Я помню, ты говорил про человека, который пришел из АТО, потеряв зрение, но у него открылось тонкое зрение. Ну, открылось, потом закрылось. Понимаешь, я сейчас говорю даже не за тонкое зрение, я говорю за доступ к вселенской информации. Мы же говорили когда-то, что есть правь, мудрость, явь и навь. Это четыре стихи, это само вообще мироздание, структура мироздания. Явь это вся проявленная материя, правь это законы, по которым оно все движется, мудрость это параметры каждого из объектов. И в принципе, если надлежащим путем себя как-то перенастроить, можно просто считывать эту информацию со всего. Можно, например, посмотреть там на какой-нибудь камень и понять всю историю, где этот камень был, кто его трогал, кто его видел, через него выйти на каждого из тех, кто его как-то видел, как-то трогал, а через них выйти на каких-то, ну, то есть, куда угодно нужно. Но это нужно соответствующий уровень. У меня пока такого уровня нет. И близко нет. Поэтому есть вопросы. Как остановить поток ненужных мыслей, информационный шум? Как остановить информационный шум? Есть один способ, который многим не нравится, но который единственный действует. Вот нынешние люди хотят, чтобы остановить поток мыслей и чтобы быть в такой благости, гармонии, как-то раствориться, успокоиться. Не, не о том, именно не нужно. А, вот это уже получше. А тут есть один способ. Дело в том, что в реальности нет вакуума. Нет настоящего вакуума, поскольку даже в космосе, где как бы типа условный вакуум-то есть, но все равно в пространстве есть очень-очень разряженные частицы. Вот реально полностью вакуума, то есть фактической пустоты ее нет. Соответственно, чтобы не было ненужного, самый простой способ – это то, чтобы было нужно. Это медитация? Это медитация, это осмысление. Ну, тут как? Самое нужное – это духовные мысли, это духовное знание. То есть, чтобы не было каких-то тлетворных мыслей, тлетворных идей, надо ум свой занять осмыслением духовных знаний. Вообще, я эту ситуацию с разных сторон анализирую. Например, есть давно известный факт, что, например, ну, можно даже с женщин начать. Бывает ситуация, что женщина жрет много, жрет, у нее там уже жир со всех сторон обвисает, но находится какой-нибудь мужчина, который ее любит, ну, типа любит, а по факту просто хорошо с ней занимается сексом. Она, соответственно, ну, и для него хочет становиться покрасивее, и ее ум больше занят уже ощущениями от полового вожделения. И, соответственно, чем больше она получает удовольствие от секса, тем меньше ей хочется удовольствия от пищи, тем меньше она жрет, тем, соответственно, как-то фигура восстанавливается. Есть, соответственно, ну, в принципе, разные, допустим, люди, которым, типа, ничего в жизни не надо, они сидят за компьютером и играют. Наверное, знаешь, таких многих всяких сейчас. Сейчас это вообще зараза сплошь и рядом, с детства. И детей на это подсаживают, и стариков, всех полов, всех возрастов, любой, кто подастся, подсядет и будет фактически как наркоман, как зомби сидеть и что-то там делать. А, тут тоже все очень просто. Каждый человек хочет какого-то самоутверждения, какого-то проявления себя, каких-то успехов, от этого получать наслаждение. Ну, соответственно, тот же самый секс многим уже неинтересен, кому-то еще по возрасту недоступен, кому-то уже недоступен. Да, и вот так самоутвердиться, оно, в принципе, кажется интересней все-таки. Победил там армию врагов. Не страшно, что эта армия нарисованная, но, кажется, победил армию врагов. Не знаю, или вражеский корабль потопил, и 20 танков в придачу, или как там это. Или вражескую галактику захватил, ну, в зависимости от того, какая игра. И что получается? Люди вообще не хотят видеть окружающий мир. Сидят, максимум едят, пьют, еле отрываются от компа и играют. И вот как бы ум занят их этим. Вопрос, чем мы занимаем ум? Вот и все. Ну, и тоже, понимаешь, вот, к примеру, почему, допустим, меня не интересует употребление наркотиков? Да потому что, как бы, ну, зачем? Я осмысляю, люди, когда они ищут удовлетворение в сексе, в наркотиках, в еде, в играх, ум должен быть заполнен. Ум – это такая штука, такая вычислительная машина, которая постоянно должна что-то вычисляться. Если ум ничего не вычисляет, ум бесится. Ум тебе «хочу чего-то», «хочу чего-то», «не знаю чего», «хочу чего-то». И вот ты сам, куда, чего, что, где. И тогда ближайшая вот, там, а может, еще поем. А может, девушку. А уже всех девушек это, а может, тогда там, не знаю, кого-то еще. А уже всех этих кого-то еще уже неинтересно. А тогда наркотики. А вот эти попробовал, уже неинтересно. А вот те, и это можно так с ума сходить всю жизнь, пытаясь заполнить ум вот этим всем. И ум, в конце концов, все равно не заполнится. Все равно ни один наркоман, ни один извращенец, ни один такой человек не умер счастливым. Все равно они не достигли вот какого-то такого финального счастья в ходе своих попыток заполнить ум дерьмом, по сути дела. Они только все дальше и дальше становились несчастными. И все дальше и дальше понимали, что вот они чего-то хотят, и вот не знают, где это найти. А откуда приходят мысли? Ну, как, понимаешь, это информационное поле какое-то? Во-первых, какие мысли? Многие мысли ты сам создаешь. В принципе, вот сейчас ты сидишь, смотришь туда, периодически вот как бы сюда-туда, в поле зрения, ну, ты можешь посчитать угол, что попадает в поле зрения, и так или иначе эти объекты у тебя где-то там в памяти будут сохраняться, складироваться и как-то осмысляться. Так же фоновые шумы какие-то, всякое вот это дело, и оно все в подсознании бродит, оно все в подсознании там как-то переваривается, пережаривается, и потом во снах, в фантазиях, кому-то в стихах, кому-то еще как-то приходит. Допустим, вот, ну, например, в свое время нечистый начал мне посылать смс-ки с своей загнильной мантрой, в которой была фраза «Рожа божья, божье уподобие, ёб-ёб, заигнил». Я как-то так на это смотрел, думал, придурок. Потом оказалось, что в этой его мантре есть, в принципе, краткий алгоритм его вообще деятельности. Есть другой нечистый, байгужин такой. Этот нечистый как мантру повторяет изречение «Жизнь пуста и бессмысленна». Я просмотрел его видео, там, поизучал немного его биографию, и я вот готов подписаться там под этими его словами 50 тысяч раз под каждым. Я абсолютно уверен, что его жизнь пустая и бессмысленна. Абсолютно. Вот абсолютно ненужная жизнь, абсолютно пустая, абсолютно бессмысленная. Может быть, если его поскорее куда-нибудь на зону забрали и заставили как-то трудиться на благо общества, то, может быть, его жизнь обрела бы смысл. Пока его жизнь, мало того, что пустая и бессмысленна, она еще и вредна для других, потому что он другим вот это вот в мозг сунет, в свою идею. Так же самое вот, допустим, алкаши. Они часто тоже склонны сунуть в мозг идею, что «Ну, чего ж ты какая-то сволочь, не хочешь с нами там? Давай, не уважаешь, значит, давай там вместе это вот. А не хочешь пить, все, не уважаешь». Наркоманы тоже там, ну, ты знаешь, наверное, как могут рекламировать свои наркотики. Допустим, какие-нибудь половые извращенцы, они тоже, в принципе, они вот в чем-то нашли какое-то свое временное счастье, им хочется про это говорить, им хочется это обсуждать, им хочется находить каких-то по интересам общих и думать, как же там еще поизвращаться и понаслаждаться сильнее, потому что уже чего-то не хватает. А женщины сколько часов тратят на то, чтобы как-то там дозу сахара и соли, как-то там это, чтобы новое какое-то блюдо сделать повкуснее, получше. Сумасшествие, по сути дела, потому что время тратится, они наваривают этого всего, потом оно в холодильнике портится, потом они могут и себя задалбывать, и других, что типа, ну, давайте съедим, пока оно не испортилось. Ну, что, не так, что ли? Да. А потом они опять поскорее наготовятся. И вот такое вот какое-то, с позволения сказать, существо, оно готовит целый день. Просто потому что там, не знаю, родители вдолбили в мозги, не знаю, в школе там, просто бред какой-то в голове взялся. И вот, допустим, она считает, что поскольку она женщина, она должна всю жизнь готовить. И ей за это еще надо быть благодарным. То, что оно тупое там, не знаю, как бревно, как тупость. То, что оно ничего не понимает, то, что оно не хочет развиваться, то, что оно не понимает, что в принципе там можно вообще не готовить пищу. Можно там, не знаю, каких-нибудь яблок, черешень, огурцов и что-то такое поесть, и все. Ну, не знаю, сыр в крайнем случае какой-то, какую-нибудь мучную выпечку незначительную сделать, и все. И не заниматься вот этим бредом, целый день там потеть, там умлевать, чуть ли не подыхать над этими кастрюльками, сковородками, что в результате все равно в канализацию смываются все эти великие кулинарные эти самые. Ну да, но они же надеются, они думают, что вот где счастье, в какой конфетте, в какой конфетте счастье, вот в этой или в той. Или еще надо мешок конфет съесть, и там вот уже счастье будет. Или в какой письке счастье? Или там, в каком шприце счастье? Это да, это именно иллюзия. Мне же многие союзники, допустим, приходят и говорят, расскажи, как найти там самую хорошую письку, чтобы вот счастье обрести семейное. Или другие еще рассказывают, а знаешь, там, а вот у этих есть какая-то практика, и они входят в измененное состояние сознания и чувствуют счастье. Дай практику, чтобы чувствовать счастье. А ты знаешь, какая самая простая практика, чтобы чувствовать счастье? Какая? Какая? Какая счастье. Ну, если по-настоящему что-то делать, и это другое. А есть самая примитивная практика, чтобы чувствовать счастье. Нужна небольшая операция. В мозг нужно вживить электроды. Серьезно. Есть методика, как вот почувствовать абсолютное счастье. Может, ты в интернете можешь найти примеры с мышами или другими животными. Им вживляют в голову электроды и в клетки помещают кнопку. Как только мышь находит эту кнопку, она не перестает сжать на эту кнопку, чувствует абсолютное счастье и подыхает через время. Подыхает, потому что она ничего не жрет, потому что она даже не испражняется, ничего нет, а просто на этой же кнопке и подыхает. До последнего чувствует абсолютное счастье. Вот это самый простой способ, самый дешевый, самый доступный. Не надо в компьютерные игры играться, не надо никакую письку искать, не надо варить ничего, не надо наркоманами снаркоманиваться. Все, пара электродов в мозге и до встречи никогда. Есть способы, есть как бы. Что такое эгрегор? Это гадость. Гадость в прямом смысле слова. Я советую еще Петрова послушать насчет эгрегоров. А имя? Константин Петров. Во-первых, я советую послушать Петрова и почитать Муркака. Майкл Муркак. Петров – это российский человек. Майкл Муркак – англичанин или американец там. Он как раз разрабатывал данные о том, как некоторые эгрегориальные сущности могут даже осознать себя и стать типа богами. По сути дела, вот ты мыслишь, Петров. Да, да. Ну да, да. Да, 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 да. Вот, кстати, в плейлистах еще не из дошедших. А второй Муркак? Майкл Муркак. Майкл? Да. Да, 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 слушай. Ты мыслишь. У тебя есть нейроны в мозгах. Нейроны излучают определенное электромагнитное поле. Есть ноосфера Земли. Ты мыслишь. И если ряд других людей тоже мыслит на схожей частоте, образно говоря, они излучают в окружающее пространство схожий сигнал. Сигналы все сбиваются в ноосфере в одну кучу, похожие. И вот если сигналы похожи, чем более они похожи, чем их больше, если они еще другими процессами страмбовываются, они могут срастись в единое такое месиво. И если будет какая-то центральная искра этого месива, оно может себя осознать и стать сущностью. Ну, прям всегда это гадость. Да. Абсолютно всегда. А если мысли сходятся на Созидателю, значит, да? Все равно гадость. Почему? Потому что есть реальность, вот объективная реальность, это как твое сознание. А вот у тебя есть подсознание. И в подсознании у тебя могут быть любые черви танцевать, любые какие-нибудь из мультиков, какие-нибудь чебурахи, там, из... Да откуда угодно, там что угодно может твориться в подсознании. По идее, лучше это подсознание разбирать и как-то ликвидировать. Но сферу можно сравнить с подсознанием человечества. И вот, допустим, был Сталин. Черт его знает, каким он был на самом деле. Я с ним не общался. Но поскольку много людей о нем придумывали самые разные свои измышления, создалось ряд эгрегоров Сталина. И в ноосфере у нас уже около десятка Сталина живет. Это сущности, которые даже чуть сознательнее, чем я и ты, которые себя прекрасно осознают. Они понимают даже, что их несколько. Они понимают, что они не единственные Сталины. Но тем не менее, они такие существуют. Иисусов там уже сотни. Еще рекомендую посмотреть сериал «Американские боги». Конечно, да. Вот там показаны аватары варп-сущностей. Аватары эгрегоров, по сути дела. Те боги, которые в сериале «Американские боги», это нереальные боги, вот те, о которых мы говорим. Это физические воплощения эгрегоров. Там, допустим, есть эгрегор медиакультуры и есть миссис-медиа. Там есть, допустим, эгрегор вот такого бизнес-политического мира и есть мистер-мир. Есть эгрегор техномальчика, тоже понимаешь, откуда выберется. И вот эти боги, которые там показаны, это все эгрегоры. Один, который там есть, это не Один, который в текстах, это эгрегор. И там тоже показано десяток Иисусов. И все-таки, вот допустим, мы запустим эгрегор, который борется с эгрегорами. Это все равно будет гадость, правильно? Ну, типа того. Это будет по принципу того, как делают иногда, что в стальную бочку усадят множество крыс и создают одну суперкрысу, которая потом будет жалеть всех остальных. Скажи, а почему эта гадость, это их суть? Они по сути, я не понимаю, почему именно вот все-все-все гадость, понимаешь, почему? Действительно, если мы допустим направляем скажу точнее, даже если ты создашь или кто-нибудь или даже люди уже сейчас создали множество эгрегоровра Всевышнего, понимаешь? Но каждый из эгрегоровра это тоже гадкие твари. Да, все равно. Потому что есть сам Всевышний, который вот он, и мы должны обращаться к нему, а есть какие-нибудь вот эти вот придуманные, у каждого свой придуманный вот этот гуманоид в голове образно, гуманоид, которого нету в реальности. Но в голове у человека есть гуманоид, и поэтому надо как-то с гуманоидом бороться, получается. Я подключен к какому-то эгрегору? К многим. Как отключить? И еще, допустим, есть один пример. Вот смотри, сейчас есть, к примеру, ну, условно, не будем конкретных президентов трогать, потому что там это вообще больная тема. Мы представим себе условного президента, и представим вот администрация президента. И у каждого украинца, ну, или каждого жителя той страны, допустим, есть номер телефона администрации президента. И можно позвонить и сказать там, передайте президенту, что вот, как бы, ну, мы думаем так. Ну, или что у нас есть такая-то задача, такая-то проблема. Ну, короче, передать свою мысль какую-то, передать свою идею. потому что ты вот конкретно звонишь в администрацию президента и конкретно там говоришь. И если как бы мысль меняемая, то есть вероятность, что конкретно президенту ее передадут, потому что если это как бы горячая линия, все такое, условно говоря, по крайней мере, так должно быть. А можно, допустим, представить, что есть десяток таких каких-то гадов, которые представляются тоже представителями президента, и они собирают, допустим, вот эту информацию, но они до президента ее не доносят. Ты им звонишь, тратишь на них сволочей время, и получается, ты как бы сам себя обманываешь, потому что ты позвонил, если ты дозвонишься до администрации президента и туда дашь информацию, то если ситуация серьезная, ну, в идеале, как оно должно быть, президент примет какое-то действие. А если звонить вот этим президентозаменителям, ну, сознательным каким-то аферистам, то ну, решение не будет принято, ты будешь ложно надеяться. То есть эгрегоры высасывают информацию, энергию? Ага. Ну, вот смотри, был реальный Сталин, живой человек. Можно было через партийные органы к нему обратиться. А сейчас в ноосфере существуют десятки этих Сталин. Они ничего не решают, они ничего не делают. Просто они существуют благодаря мыслям десятков, сотен вот этих всяких коммунистов, которые думают о Сталине. их существование вот те, которые ничего не решают, и оно вредно? Да. Чем? Тем, что если бы не они, если бы Сталин, допустим, действовал чуть по-другому, он мог бы сам стать центральной искрой своего информационного пласта. И он сейчас бы существовал бы как ноосферное существо. и к нему можно было бы реально медитативно обратиться и поговорить с ним. А так он себе пошел своими путями, а эти твари там бегают. Ну, тут еще другой пример можно привести. Вот есть соцсети. В соцсети может быть зарегистрирован любой человек. Допустим, если человек известный, суперпопулярный, если человек популярный, другие люди, даже без злого умысла, делают фейковые страницы с именем этого человека. И получается, если ты будешь писать на фейковую страницу, ты не допишешься до того, к кому хочешь дописаться. Больше того, создается путаница, ты в поисковик вводишь имя какого-то известного человека, тебе сотни каких-то страниц, и такой смотришь, что, где, а как, а что? И надо, получается, на каждую из этих страниц написать сообщение. Если бы не было эгрегоров, то есть мысль была бы творящей или как, в чем? Получается, если бы, соответственно, не было эгрегоров, если бы люди правильно направляли свои мысли, да, сила мысли была бы качественней. Да, допустим, люди бы не направляли мысли на каких-то придуманных Иисусов, а конкретно бы обращались к реальному Иисусу. И реальный Иисус сказал бы, ребята, хватит надо мной издеваться, мне неудобно, что вы меня постоянно трупом изображаете, вот этим каким-то мучающимся на деревяшке, давайте с этим прекращайте уже. Ну, сколько можно, две тысячи лет издевайтесь, хватит. Ну, и дальше там можно было бы к нему обращаться, типа, а что ты имел в виду, когда вот это говорил? Он бы такой, да тут вообще так и так, а что это когда-то? И он бы объяснял, с ним вот каждый христианин мог бы установить с реальным Иисусом связь, а так они устанавливают связь с вымышленными Иисусами, вот этими, которые соответствуют их запросам. Кому-то хочется, чтобы Иисус был чернокожим, есть чернокожие Иисусы, пожалуйста, там придет свой. Кому-то хочется, чтобы Иисус был вот таким просто каким-то сияющим потоком любви, есть такое Иисусо какое-то. Кому-то хочется, чтобы это был вот более такой иконографический еврей с деревяшкой, которую он тащит и в тернолом венце, есть такой Иисус. Больше того, есть еще негативный нюанс, когда, допустим, есть ряда Грегоров, которые типа общеукраинские. Получается, да, большинство украинцев вследствие каких-то причин с ними согласились, их приняли, но рождается новый украинец, и уже эти Грегоры сами ему в мозги капают, типа привет, а все остальные это приняли, а ты будешь принимать? И он такой уже, а может принять сало, люлька, горилка, да, родное, ну что, родное, да, сало именно, сале сплю, бо я так его люблю, как спирал Поклавский, там, есть такая песня, да, я просто не знал, что ты ценитель, я просто не знал, что ты ценитель, я, да, Поплавский, я не ценитель, я просто слушаю самое разное, я могу там и классику какую-то слушать, а потом и Поплавского наслушаться, а потом и какую-то Ирину Билык, а потом речи Путина, а потом чего угодно, на спичках, все эти кузатые казаки на всех этих магнитах, ну да, 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 и вот этот Эгрегор уже создан, вот казак, именно в шароварах, именно в такой рубашке, именно с, соответственно, горилкой, сало и все, и вот если я теперь начинаю кому-то говорить, что там вегетарианство, что у казаков был как простолюдинский, так и более швахетный пласт, и что-то чуть отличалось, люди такие, какое, что, горилка, тютюн, все, отстань от нас, это наши символы, а русская водка, это же россиянам, понимаешь, там уже все, там уже с детства, а это действует по тому же принципу, по которому действуют подсказки в соцсетях, в поисковиках, вот просто, если ты пользователь Ютьюба, ты смотришь какие-то видео, и ты замечаешь, что Ютьюб тебе подкидывает похожие видео, так и реальность, так и эгрегоры действуют, реальность видит, что ты, допустим, принимаешь какие-то эгрегоры, и другие, и другие схожие эгрегоры говорят, привет, сейчас мы за тебя возьмемся, если ты еще нас не знаешь и нас не хочешь, захочешь, так на стену мозг, что захочешь, могут, если допускать их, но можно, допустим, так себя настроить, вот один эгрегор пришел, сказал, привет, ему сказал, пошел к чертям, и полностью игнорируешь его, второй эгрегор пришел, ты ему опять пошел к чертям, зараза, и вот так вот там, не знаю, штук стоя эгрегоров откинешь, и дальше уже другой механизм срабатывает, что вот эти подсказки тебе переходят, прекращают приходить, уже просто сам какие запросы задаешь в реальность, то и приходит, а вот эти автоматические подсказки уходят. например, вот именно приходит эгрегор, ты ему пошел к чертям. Более конкретный пример, ну вот самое, вот это, допустим, с казаками возьмем, что, допустим, кто-то тебя начинает, эгрегор может через человека или через мысли, ну, допустим, появляется у тебя мысль, что типа, ну я же украинец вроде, ну все же там пьют, все курят, это у нас покойный веков, там, ну че б не это, че б не это, а потом восстановишь себя, это фигня, не все украинцы так действовали, неспокойный веков, на свалку это. Дальше тебе другой какой-нибудь семейный, допустим, эгрегор, у нас отец так делал, у нас дед так делал, и ты должен так делать. и все равно со временем будешь так же, вот если там отец так спился, или допустим, ну не спился, а допустим, ну не знаю, в шашки играл, вот это и будешь в шашки играть, ну или еще что-нибудь, там есть самые разные варианты, какие могут быть, отчасти эгрегоры рода даже связаны с кармой рода, тут еще и карма рода тебя будет стимулировать каким-то схожим процессом, что были у каких-то предков, может даже не у отца, у деда, а где-то еще в глубине, и эгрегоры вот эти, которые они уже породили, они тебе тоже будут говорить привет, давай-давай, они и так, и ты туда же, давай-давай. Хорошо, если у тебя, ну не у тебя, а в принципе человек, допустим, он не в достаточном состоянии сознания, чтобы сказать так, стоп, это не то, что мне надо, как ему уберечь себя? Никак. Смотри, ты сейчас, получается, обращаешься ко мне фактически с тем же вопросом, как уберешься от рекламы. Вот, если ты идешь по улице, смотри, мы живем в городе, мы идем по улице, нас останавливает какая-нибудь девушка или какой-нибудь человек и говорит там, у нас в фирме акция, ты получаешь бесплатный стартовый пакет нашего оператора, ну да, ты там должен положить на счет столько-то и столько-то, и это нужно сделать скоро, потому что там акция закончится. Но это бесплатный стартовый пакет, это акция, это так, это самое. И, соответственно, вот как бы можно сказать спасибо, но не надо, а можно согласиться. Это только от тебя зависит, согласишься ты или нет, и насколько осознанно ты согласишься. А они могут тебя самыми разными путями к этому делу мотивировать. Они могут сказать там, спеши успеть там, или, допустим, это, ну ладно, вы не понимаете там, насколько наша акция качественна, ладно, пользуйтесь другими нищебродскими операторами, недостойны еще нашей этой, или, допустим, а у нас там для постоянных клиентов будут скидки или еще что-нибудь. Или, о, вам не хватает денег на это, ну ладно, там, так плохо вы зарабатываете, а вот тем, кому хватает, они будут потом зарабатывать больше. Ну только сейчас вложитесь в нашу эту самую и эту. Или, соответственно, допустим, помойтесь этой шампунью и волосы, даже если там они уже отпали, новые вырастут там и красивые будут. И еще, вот допустим, на рекламах шампуней или красок для волос, что для женщин, что для мужчин, не ставят изображение соответственно моделей с каким-нибудь вывернутым фейсом. А таких их красивеньких ставят, в апартаментах хорошеньких. и человеку внедряют в мозг, пытаются вбить вот так вот туда, как гвоздь, что ты купишь наше какое-нибудь говно и станешь таким же красивым, как эта модель на обложке. И человек волен принять вот это, а волен откинуть это. Или, допустим, там реклама какого-то бизнес-тренинга или тренинга по личностному росту или еще почему-то такому. И изображен человек на фоне красивейшей дорогущей машины, машины красивейшего дома. И получается, ты смотришь на это и хочешь. Да, хочу быть таким, хочу. Вот если вот это хочу, хочу туда, оно затягивает, то да. А если смотришь и понимаешь, ну, допустим, на фоне этого, а это точно его, а он зарабатывает или это в кредит, или это просто для фотосессии. А если он зарабатывает на это, а сколько времени он тратит? А хочу ли я, допустим, 23 часа в жизни тратить на то, чтобы этим всем заниматься? Или, может, лучше я буду тратить на работу там не 23 часа в жизни, а тратить всего лишь 3 часа, но зато 20 часов тратить на какие-то другие свои процессы? Тут можно уже начать думать. Вот женщин тех же самых, им показывают дорогих каких-то фотомоделей, которые снимаются в каких-то тряпках. Это уже даже мем в интернете есть, как, соответственно, на сайте на фотомодели выглядит та или иная тряпка, и как на Баби-Вале с какого-то Нижнезадрыпинска, или Верхнезалупинска, или еще какого-нибудь такого города. Так вот, как разрушить эгрегор? Разрушить эгрегор это, чтобы люди перестали подкармливаться. Вообще? Да. Все люди, которые изначально пустили импульс? Ну, смотри, тут уже какие-то люди пустили импульс. Там это существо уже как-то функционирует. По идее, оно уже может влиять на реальный мир, и вот эти Иисусы, фейковые Иисусы, они уже могут реально исцелять. Они могут реально что-то делать. Они уже могут входить в реальный контакт с какими-то существами. Я, допустим, для медитации за Украину и для других своих процессов понаходил в ноосфере эгрегоры разнообразных там персонажей. Часть из них, которые смог, центральную иску оттуда выбросил и это спрессовал, сделал для себя такой некий механизм, с помощью которого мои медитации за сохранение Украины как таковой усилились. Ну, это как своеобразная из их останков шел такое себе своеобразное эгрегориальное проявление. Оно, правда, потом сдохло, потому что я его использовал для конкретных медитационных целей. Ну, чтобы вот так уже эгрегоры прибивать, и понимаешь, вот я те эгрегоры прибил, но уже новые начинают расти, то есть по лекарам тех старых. Если искусственно прибивать вот эти эгрегоры, которые сейчас есть, вырастут новые. Поэтому самый простой способ это не создавать новые, не подкармливать новые, а старые какие-то специалисты, священнослужители, маги или другие могут просто уничтожаться. Вот, ну, как ты на том уровне, да? Да. Скажи, как отключиться от эгрегора? Отключиться от эгрегора самый лучший способ перестать ему, быть ему синхронным. Не думайте. Вот, если, допустим, отключиться от эгрегора вот такого вот украинца казака, который сало ест, на сале спит и салом укрывается и так далее, переставить есть сало, вообще переставить даже для себя допустимость поедания сала оставлять в сознании, а тебе эгрегора говорит, привет, ну, может, сало поешь? Ты, к чертям иди. Он еще раз, через год, через два, может, ну, 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 че ты такой. Ты ему иди себе. И вот, когда ты полностью от него вот так вот отключаешься, ну, все, он тебе уже дальше не подсказывает, когда тебе нужно сало поесть. Мне реально один человек рассказывал, что если он не поедет сало как минимум раз в неделю, он чувствует себя плохо на физическом уровне. ему на физическом уровне внутри все болит, он построил теорию, что его организм требует определенного количества жиров, которые есть только в сале, и если он его не поест, он заболеет, ему будет плохо, поэтому ему надо вот обязательно есть сало. И согласился, что ладно, мясо он может не есть, но сало он будет есть, хоть я лопну, хоть я там ему буду всех зверюшек больных, несчастных показывать и рассказывать, как это плохо, хоть черти за ним пройдут через день, через два и ваду тащат на сковородку и из него сало будут делать, но пока он здесь жив, пока он как бы распоряжается своей жизнью, он будет есть сало, по крайней мере раз в неделю. Вот реально такой человек попадался. Как не создавать новые эгрегоры? Думать правильно. Соответственно, как не создавать эгрегор Путина как вот такого вот нового мессию? Да просто не думать о нем как о новом мессии. Понимать, что это президент, понимать, что это человек, понимать, что может в каких-то начальных своих стадиях у него и были какие-то, возможно, отчасти какие-то другие цели, но сейчас он пришел к тому, к чему пришел. Он не спаситель, который ездит на медведях и который с коронавирусом рукопашную сражается на ринге. Это его образ. Ну, а как, допустим, понять, что Генри Кевилл не Супермен? Просто понять. Вот ты можешь думать о Супермене, представляя вот этого Супермена с лицом Генри Кевилла, который вот, значит, с Степенвульфом дрался, который сдох и воскрес за грехи наши, значит, который там с Бэтменом дрался и у которого аж два Отца Небесных там есть и третий Зак Снайдер. Ну да, там получается, что у нынешнего фильмовского Супермена три Отца Небесных. Это Зак Снайдер. Ну, что ты смеешься? Я не смотрел, потому что я не знал, для меня это. Ну, получается, что так. Зак Снайдер это его главный Отец Небесный. Дальше Джер Эл это Скриптона Отец его Небесный. И еще не помню, как его там, ну, в общем, из семьи Кентов. Приемный, да? Да, да, приемный земной отец, который умер и тоже теперь ему является в видениях и подсказывает. Можно представлять себе вот Супермена, как получается собирательного персонажа из комиксов, из образа Генри Кевилла, но можно понимать, что Генри Кевилл это актер, сегодня он снимается в Супермене, завтра он снимается в Ведьмаке, послезавтра он может Росомаху из людей их сыграть и и чего. Ну это просто человек, это не Супермен. Он не летает, он никого не убивает. Понимаешь, вот Эгрегор создал Зеленского как президента, потому что Зеленский снялся в сериале, где он типа президент, и люди поверили Эгрегору, люди поверили Бреду. А они должны говорить, это актер, ну смотри, ты не будешь допустим какому-то сказочному этому самому Дукалесу звонить, когда надо вызвать участкового допустим. Или там другому какому-нибудь ну из вот этих ментов сериала. Не знаю, может сейчас уже более свежий какой-то есть. Ну я просто как бы эпизодически знаком с этой всей сериальной деятельностью. Ну или детективу Коломбо тоже не будешь звонить, Шерлока Холмса не будешь вызывать. Их нету, ну как бы надо, когда у нас там надо вызвать полицейского, надо звонить в полицию. Если надо участковому, надо звонить участковому, реальному, не сериальному. А люди поверили картинке, люди поверили Эгрегору. Люди решили, что если Зеленский в сериале может, он и в реальности сможет. Но у сериала есть сюжет. Сюжет пишут сценаристы, а в реальности другие сценаристы. Это так называемые преддикторы. Эти сценаристы реальности есть. если ты посмотришь Петрова, допустим, он их в концепции общественной безопасности сценаристы реальности называются преддикторами. Это те, которые не просто предсказывают, это те, которые фактически говорят, как будет. И оно так случается не потому, что они увидели, как будет, а потому, что они захотели, чтобы так было. Они захотели, они свою мысль сформировали, они сказали, что так будет, и так будет. Как обрести достаточно силу мысли такую? Это надо развивать силу мысли. Для начала надо отключиться от эгрегоров. Надо вообще свою силу мысли обрести еще. Ну, ты понимаешь, вот как на физике докачаться до Шварценеггера. Того же. Это работает над собой постоянно, колоссально там, не уставая. Ну, понимаешь же идею. Ну, так и тут. Как программисту стать суперпрограммистом, таким, который вообще все коды знает, системы создает. Да, надо развиваться. Отключиться от всех эгрегоров. Ведь у тебя, допустим, пища, я чувствую голод. Пища это естественный процесс, чтобы продолжить мою жизнь, чтобы я могу дальше. Да. Но, смотри, есть физическая необходимость пищи, а есть эгрегоры пищи. Вот когда ты реально телом почувствовал голод и понимаешь, да, надо сожрать, не сожру, тело будет вялым, отвалится потом к хренам собачьим, не надо мне такое, ну, как бы, я же развиваться хочу, а если оно отвалится, ну, что, мне опять там этим младенцем каким-то жмелом, зачем, только жить начал, как бы, только, ну, как бы, ну, по-настоящему, да, потому что, смотри, детство, это, это, такое себе дело, это не особо жизнь, это жизнь скорее амеба и домашней зверюшкой родителей, пока тело формируется, пока там еще половое созревание, отдельная история, вот, если ты ешь чисто, потому что надо есть, потому что ты понимаешь, что надо, что тело отвалится, ты тогда исполняешь физическую нужду, физическую необходимость. Если, допустим, ты идешь мимо Макдональдса, вспоминаешь там какую-нибудь рекламку или музычку, или атмосферку, или как клоун этот Макдональдсовский бегает, и вот как хорошо, Макдональдс, прекрасно, и вот ты хочешь этой атмосферы Макдональдса, хочешь этого именно вкуса гамбургера какого-нибудь, или, допустим, вспоминаешь рекламу Колы, и думаешь, ой, Кока-Кола, там все будет хорошо, или как, ну там, Дед Мороз этот какой-то с Кока-Колой бегает такой, или Пепси, там какие-то там эти рекламершие рекламируют, и вот ты не хочешь, ты даже можешь просто выпить ту же самую Колу или Пепси, не задумываясь о их эгрегорах, и ты не будешь подключен к их эгрегору. это, ну просто, если, допустим, ты идешь с кем-то из знакомых в какой-нибудь поход, и просто нечего у тебя другого выпить, и ты, ну хрен с ним выпью этого, этой жидкости, ладно. Просто тебе надо жажду утолить, и ты выпил Колу, тебе наплевать, что это Кола, ты бы выпил Пепси, ты бы выпил Шмепси, выпил там какую-то Дурнепси, там, не знаю, ну сколько их еще там есть, всяких этих Колу. Если правильно, а что правильно, что неправильно? Ну, во-первых, девять основ духовного развития, во-вторых, я не согласен с таким вопросом, я уверен, что ты знаешь, что правильно. Каждый из нас знает, что правильно. Вот если честно с собой поговорить, каждый из нас прекрасно знает, что правильно. Да, ну, прекрасно, идеально знаем, что правильно. Ну, а потом начинается, может быть, если слишком правильно жить, а кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. И всякое вот это вот уже дернецо начинает в мозгах всплывать. И все вот это вот. Но мы все равно знаем, что правильно, что неправильно. И мы все равно знаем, что да, даже если принять вот эту идею, что кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, а что в этом плохого? Лучше помирить здоровым, чем больным, гневым, Да, да. Но этот вопрос я все-таки должен был задать. Ну да. Но больше того, вот есть вот это какое-то собственное понимание, что правильно, что неправильно. А во-вторых, есть девять основ духовного развития. Вот, ну, вспомни их. Назови, пожалуйста. Ну, Ганя. Не самоодрумай вас. Непрерывно по действию, да? С другой стороны, говорить правду. Еще один пункт ты не учел, не причинять другим вред. А, ну да. Необоснованный вред. А? Не причинять другим необоснованный вред. Против убийства. Ну да. Говорить правду. Зачинать благое потомство. Духовно развиваться. Да. Текст натяжки, текст не точно формулировать. Сейчас я все их переформулирую. Духовно развиваться. Помогать другим духовно развиваться. И жить в радости со всеми же. Ну, типа того. Вот, понимаешь, я полностью согласен. Я сам не раз с этой проблемой сталкивался, что каким-то одним кратким предложением тяжело каждую из основ охарактеризовать полностью. Есть вот старый белорусский вариант текста, там, не забью, не клейму, не сшеплочу, не омоцмарю, развой же оумень, праве поведаю, дживе поймочу, православлю. Ну, с Бреста этот текст взял. Там уже белорусский, польский, украинский. Пойди разбери, какой. Вот это описание девяти основ духовного развития, оно прекрасно и ужасно одновременно. Возьмем с последней, православлю. Если мы понимаем, что значит прав, прославляю, то да. Если мы там православлю, можно христианство приделать, то тут уже все. Приехали, что называется, уехали. Дальше, там, не забью. Ну, дословно, не забиваю. Кого не забиваешь? Гвозди не забиваешь? Ну, я забиваю гвозди иногда. Дальше, хорошо. Это что, типа, нельзя только забивать? А зарезать можно? А задавливать? А отравлять? А застреливать? Ну, как бы, если чисто вот сама фраза «не забьяю», то, ну, только забивать нельзя. И все, тогда гвозди нельзя забивать. А зарезать кого-то можно? Ну, типа, если неправильно понимать основу. Ну, это если хочется неправильно понимать, мы-то знаем, да, что это правильно. Ну, это если хочется неправильно понимать, или если вообще не знать, как правильно понимать. Может же быть такая ситуация, что просто, допустим, текст этот есть какой-то, и все. Ну, смотри, получается, что можно все-таки глубинно попытаться понять. И идея. Первая. Недопустимость причинения другим необоснованного вреда. И как финал этого вреда – это убийство. Ну, нельзя убивать. Необоснованно. Для защиты себя, там, для… Ну, ты понимаешь, в каких-то случаях не то, что можно, а даже и нужно. Ну, получается, что нужно. К сожалению, нужно. Дальше. Там, недопустимость сознательного искажения информации. Ну, вот, например, мы договоримся там на 7 часов встретиться. А, получается, если я чуть раньше пришел или чуть позже пришел, это я уже солгал. Ну, получается, да. Потому что, ну, договорились, информацию исказил. Ну, вот это незначительное искажение. Ну, это вынужденные издержки. Понимаешь, в идеале лучше бы себя так упорядочить, чтобы договорился всем и пришел ровно всем там. Ну, понятно. И, знаешь, вот с львовскими, когда я сотрудничал, ну, последователями рахманской традиции, понимаешь, мы за месяц могли договориться, там, за полтора месяца договориться встретиться. Вот я с ними договаривался, что, допустим, на проспекте Свободы мы встретимся там ровно через месяц, ровно такого-то числа, ровно в такое-то время. А многие из них телефонами не пользуются. То есть, вот я во Львове пока нахожусь, я договорился, и ровно через месяц, понимаешь, и я для себя считаю, что мне важно ровно в это время прийти, потому что, ну, люди же серьезные, и они приходят. И другие, даже кто не во Львове живет, но если договорились там перед собранием Совета рахманской традиции, или еще перед чем-то таким встретиться, все мы старались вот так встречаться ровно в то время. Я знал, что как бы, ну, на мне вот такая, ну, серьезная ответственность, и они знали, и как бы это. А тут уже мы можем, а, там, опоздал на час, ну, как бы тут такое уже, и по телефону постоянно. Тут не сильно нам это важно. Ну, и еще такой нюанс, что, допустим, а ты не знаешь чего-то, а тебе, к примеру, стоматолог сказал что-то, и ты другому можешь пересказать, а ты не знаешь, ты стоматолога не можешь проверить. Ну, или программиста, допустим, ты не можешь проверить программиста, потому что ты не программист. И пока ты не будешь программистом, передавая любые какие-то слова программиста, ты можешь передавать ложь. Получается, ты можешь лгать. Но если ты сам не знаешь, что это ложь, то ты не лжец. А вот если ты знаешь, что это ложь, и передаешь эту ложь, вот это уже как раз запрещается девятью основами. Дальше. Самоодурманивание. С самоодурманиванием тоже та же ситуация. По сути дела, мы можем съесть несвежий продукт, мы можем там перетрудиться, могут какие-то такие штуки случиться, и в теле будет какая-то интоксикация. Ну, по сути дела, мозг, ну ты понимаешь, может становиться... Да. Вот уже самоодурманивание. Но мы можем как бы все-таки стараться, чтобы самоодурманивания не было. И при этом самоодурманивание как вот на физическом плане, так и по сути дела... Вот в России есть такой термин «победобесие», допустим. Победобесие? Да. Ну, Невзоров любит использовать этот термин. Он связанный с культом праздника Победы, который в России существует. Когда там, допустим, карантин, не карантин, все равно надо провести парад. Когда если не можем провести парад, надо дома, дома с плакатом, с изображением ветерана, ходить и заснять на видео, и выложить, что вот мы ходим на параде. Часть российской элиты назвала данный процесс «победобесие». Это тоже получается самоодурманивание. Ну что, нечего делать? Ну, вот скажи честно, вот если бы, допустим, ты был на месте ветерана, и ты бы воевал бы с кем-то, и победил бы, и у тебя был бы внук, или правнук, или внучка. Вот что бы ты хотел, чтобы они с твоей фоткой ходили по комнате, как идиоты, и такие «ой, ветеран! Ой, там, это, там!» Или лучше бы они собой занялись, лучше бы себя в порядок привели. Может, к врачу сходили, может, дома порядок навели бы. Сейчас, обращаясь к моему сознанию и гибкости ума, и силе, я, естественно, понимаю, что это вред. Ну да. Но они же изношены, понимаешь? Вот эта эгрегориальная структура. грегориально и они сами хотят одурманиваться этим вот понимаешь они одурманиваться этим хотят дальше вот я анализирую деятельность загнила терешина загнила байгужина это два нечистых их даже можно назвать великие нечистые это культисты гноя они сознательно насаждали амифеософы гноеверии они сознательно людям говорили примите культ гноя и они людям этот культ гноя в мозг внедряли байгужин допустим женщинам внедрял что а будьте паразитками а будьте такими сякими это нормально все равно там это самое и он им понятно что не наркотики вливал вовнутрь но он им как бы информационный наркотик в мозг вливает это тоже само одурманивание по сути дела это не вся там разное есть давай сейчас с загнилом терешинами загнилом байгужин разберемся получается они вот свои загнильные ценности навязывали людям в насилие и те кто хотел их принять они одурманивались этим вот я эту заразу не хотел принять как меня загнил терешин не пытался загноить как он мне не пытался то или иную заразу приделать она ко мне не приделывается и допустим карикатуры со мной какие-то рисовал все но эти карикатуры остались как его позор а не мой потому что там видно что это ко мне не имеет отношения это он делаете карикатуры против меня а не я против него я против него только правду писал что он такой-сакой. О чем у меня есть скрин, у меня есть подтверждение, у меня есть даже видео, где он признает, что он является культистом Гноя. Есть скрины, где он создавал группы под названием Капище Бога Гноя, Истории Бога Гноя, Философия Гноя и Вера, Учение Бога Гноя и так далее. Это культисты Гноя. Зачем? Они поклоняются Гною. Зачем? Они считают, что если они призовут на планету Загнула, он сгноит все, что на планете есть. Они так отомстят миру за собственную несамореализованность, за собственную ущербность, и они будут жить в вечном счастье. Загнул Байгужин происходит из Башкирии, из занюханных каких-то деревень. Он отказался от своих родных, потому, что они не соответствовали его идеологии. Он хотел, значит, больше зарабатывать, быть успешным. Он отправился в Москву. Сначала в Челябинск, вроде как, потом в Москву. Он, чтобы стать успешным, выдавал себя за частного детектива, обманывая женщину. Его поймали, посадили. То есть его иллюзии, его стремление стать героем провалились. А что бывает часто в комиксах, когда кто-то пытается стать героем, и у него не получается? Ты знаешь. Там привет, Лекс Лутер, и привет, Джокер, и привет все вот эти персонажи. Эдди Брок. Да? Ну, Эдди Брок там такая еще фигня, что он как бы... Изначально не было особо героя. Он туда-сюда постоянно. Он туда-сюда. И он, скорее, не злодей, а анти-герой. Ну, еще... И вот, соответственно, Байгужин принял философию гноя, гноеверов. Возможно, его в тюрьме. Дело в том, что гноеверы, они в большинстве своем еще и нетрадиционной ориентации. Поэтому, возможно, у него в тюрьме или после тюрьмы... То есть, может быть, даже не в тюрьме, может, в тюрьме его просто склонили к тому, чтобы он подставлялся, а уже, когда он вышел, он, может, за деньги перед каким-то гноевером подставился. И тот его с процессом гейского вот этого дела еще и культ гноя подключил. У культистов гноя посвящение через однополые оргии и БДСМ оргии вот так и происходит, в принципе. и дальше он решил мстить окружающим людям тем, что он будет разрушать семьи, он будет доводить женщин до психушки, до самоубийств, до тюрьмы. Он решил мстить. За что? Ну, понимаешь, он из деревни, он хотел вырваться в люди. Такого не бывает, мне кажется. Мне кажется, были конкретные какие-то события и до... Может быть. Я не все знаю, но из того, что я знаю, там выстраиваются и по его отчасти даже. Его, когда поймали, он сказал, я с детства хотел быть героем, я просто играл. Здесь может быть даже эффект его самоодурманивания. Может, он реально с детства хотел быть героем и плюс хотел быть богатым, успешным. Он приехал в Москву, ну, чтобы стать детективом, нужна лицензия, нужна эта самая... А он просто решил себя выдавать, потому что, ну, так проще. Расклеивали объявления, что он предоставляет детективные услуги, но он пообещал предоставить услуги, а ни лицензии, ни услуг, ничего. Полиция, в тюрьму. И дальше что-то с ним, видимо, в тюрьме или как-то там случилось уже. Ну, да, место такое. И он осознанно принял философию гноеверия. Из тюрьмы это уже вышел не герой, не пытающийся стать героем. Он даже, вот даже когда он пытался стать героем, он глупо пытался стать героем. В своих иллюзиях, в бреду. Но с тюрьмы уже вышел злодей, состоявшийся злодей, который уже себе за целью поставил гноеверческие практики. Он собирает женщин, называет он себя гуру женского счастья. Понимаешь, женщины хотят счастья. Все хотят счастья. И если они дуры, они идут на его курсы. Если они дуры, они идут к гуру. Нет, к псевдогуру. Ну да, да, да. В Индии термин гуру это вообще совсем другое. Он не достоин. Но, в общем, и дальше он их совращает разными путями. Он учит, что это вы своими вот этими нищебродскими мужьями, которые мало зарабатывают. Бросайте их, идите, находите себе миллионеров. Ну и, соответственно, разными путями он женщин портит. Он тоже пользуясь, что они хотят этим обмануться, хотят этим одурманиться, он, соответственно, на эти темы давит и насаждает им деградацию. И получается, что он с этой стороны насаждает деградацию, а Терешин с другой стороны насаждает. Получается, есть часть мужчин, которые, или даже подростки, которые еще не поняли, какой они ориентации, какого они гендера. Сейчас же вообще с гендерной темой очень это такое размытое, и пытаются какие-то постоянно свои все нововведения туда ввести, хоть в идеале вообще все просто. Достаточно посмотреть, с какими органами даже гендерный вопрос неправильный, потому что гендер это бред, а есть половая принадлежность. Половая принадлежность, она очевидна. По соответствующей моменту нечезки насадили, черт возьми. И все. А туда пытаются внедрить, что попробуйте так, а может и так. И вот Серешин говорит, что давайте вы будете, что это вы там так привыкли, давайте разные роли попробуйте, может вам так приятнее будет, а вы не знаете, чего теряете. Ну и соответственно обращает людей. Ну и сам периодически проводит фотосессии с хвостом в задницу запханным. Ну и вот как бы иллюстрирует свою идеологию. У Загнила Терешина там более 10 тысяч человек в контакте на него было подписано. У Загнила Байгужина там сотни людей на его семинары приходят. И при том, что есть в интернете десятки видео, разоблачающие Загнила Байгужина. Да. Но вот такие дела. И люди сами одурманиваются. А культисты Гноя допустим Загнил Байгужин когда он вводит женщин в состояние измененного сознания он использует их как вспомогательные элементы конструкции для призыва Загнила. И куда они обладают этими знаниями? Древний Удмуртский культ Гноя. Ааа. Ааа. Как мне рассказывал ну не только мне а вообще в интернете как рассказывал Загнил Терешин Загнил вообще сам Загнил эталонный ну их Бог Гноя просто они и друг друга называют Загнил они и сами себя называют Загнил это их некая сопричастность допустим христиане называют себя братья во Христе в каких-то старинных текстах можно тот или иной человек мог про себя написать я волею Богов такой-то вот они чтобы позначить собственную сопричастность к Гною они друг друга и сами себя называют Загнил ну так у них повелось главный Загнил это их Бог он находится не на земле они его хотят сюда призвать они веруют что когда он придет он уничтожит все виды жизни на земле а всю органику сольет в единый такой океан гноя в нем он будет плавать как-то барахтаться как-то булькать и вот там существовать все будут рады ни у кого не будет одиночества все мы будем вместе вечно братья взагныли скажем так в прямом смысле слова терешин говорил что название его страны происходит от слова уд и слова мурти ну то есть понимаешь ну вот там эти культисты производят свои гнойные камлани разные ритуалы наносят загныльные письмена допустим зимой они с помощью загныльных письмен пытались угробить меня и праведную Заруславу на Заруславу жутчайшие загныльные письмена наносили на меня наносили загныльные письмена там иногда Заруслава меня спасала иногда я ее как-то пытался это там потом была еще такая ситуация ну Заруслава обложили загныльными письменами однако она нормально себя чувствовала я уже чувствовал что вот-вот подохнул и я отключился от тела в этот момент Заруслава вызывала скорую помощь я отключился и меня как бы вынесло под пространство и я увидел как чудовище с щупальцами загнул тошнотворец ну их бог он берет и как бы меня щупальцами как бы обвивает и пытается задавить пытается полностью этой щупальцей и вот я вижу его щупальце идет по ногам по телу и я понимаю что как до головы дотянется щупальце я сдохну потому что степень его щупалец как бы на моей астральной проекции соответствует степени моего отключения тела физического я понимаю что вот мое физическое тело сдохнет а я где-то там буду уже у него в вечном рабстве я ужас это для меня было страшно я говорю ра спаси и мысленно к ра обращаюсь ра спаси спаси не дай этому случиться и я как бы увидел сзади за мной свет солнце сияет я пытаюсь как бы запрокинуть туда руку дотянуться до него почему-то я еще начал как бы запрокидывать и на правую руку ну астральной проекции но все равно не смотря на то что у меня плечо поломано но я туда запрокидываю как-то тянусь тянусь к нему думаю ну понятно солнце далеко я не дотянусь рукой но что-то такое думаю ура ну спаси меня пожалуйста и ра посылает луч который ударяется мне в ладонь ладонь как бы находится полу за головой а из ладони как бы молниями идет в сторону загныло молнию ударили по загнулу и загнул меня отпустил ну и соответственно я вижу врачи Зарислава и уже прихожу в себя вот это зимой было такое во время наложения загныльных письмен Зарислава плакала постоянно в ужасе находилась когда на нее загныльные письмена наносили это это ужасная практика с загныльными письменами ладони